19 часов 5 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. Начинаем наш ежедневно-вечерний интерактивный канал «Реальное время» с 19 до 21 часа. Я вместе с вами на волнах радиостанции «Финам-ФМ». В первом часе у нас гость, во втором часе подводим итоги дня. Напомню, в начале средства коммуникации многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Наш портал в интернете для ваших писем finam.fm. Соответственно, туда направляйте свои послания, вопросы, комментарии. Сейчас я чуть позже подключу и свой личный аккаунт в Твиттере, и туда сможете писать. Одним словом, все средства связи к вашим услугам. Участвуйте в разговоре. Темы интересные, которые будут обсуждаться в эти два часа, оставайтесь с нами на волне радиостанции «Финам-ФМ». Реальное время на «Финам-ФМ». Мой гость сегодня, человек, которого я всегда с удовольствием принимаю в своей студии, это Алексей Карамурза. Алексей Алексеевич, вечер добрый. Здравствуйте. Профессор МГУ, теоретик либерализма, российский философ. Ну, и самое главное, как мне представляется, президент фонда «Русское либеральное наследие». Вот очень часто, на самом деле, слово «либерализм» и слово «Россия», вот эти два понятия, многие утверждают, почему-то несовместимы. Мы как-то уже встречались с Алексеем Алексеевичем и доказывали, что на самом деле это не антагонизмы. Но реальность такова, Алексей Алексеевич, что либералам в нынешней России приходится консолидироваться с представителями, я так мягко скажу, иных политических течений. Вот вас это не напрягает уж, простите за жорганизм? Ну, это не может не напрягать. Я считаю, что у либералов свои задачи. Политические какие-то тактические вещи могут нас блокировать и с представителями иных взглядов. Но либерализм, на мой взгляд, для России на 80% — это просветительство, это просвещение наших сограждан, говорить им правду в лицо, перечислять наши успехи, но и недостатки, глубоко критиковать и историю собственную, хотя и гордиться ей одновременно. Вот если на это способны все остальные, то давайте блокироваться. Но я думаю, что миссия у либералов отдельная. И я как-то предпочитаю ей заниматься. Я от уличной политики отошел. Вообще политику не очень в этом смысле люблю. Она дурная у нас, понимаете? Ее еще надо тоже просвещать и переделывать. Тогда, наверное, примем в ней участие. Ну, а пока работа у меня есть. Я профессор, я автор книг. Дай бог, чтобы хватило сил, здоровья этим заняться. Потом, наверное, поговорим о других вещах. Ну, задам еще один банальный вопрос, который, на самом деле, носит такой серьезный характер. Очень часто можно услышать мнение, что либерализм зашел в стадию глубочайшего кризиса. Что вот я сегодня включаю, значит, у меня мониторы стоят в кабинете, да, я смотрю разные каналы. И один из российских каналов с пеной у рта говорит о полном крахе либерализма, о полном крахе рыночной экономики, о полном крахе капитализма. Причем делают это даже не руками, скажем так, российских экспертов, а американцев, да. То есть, они же не добавляют, что, в общем-то, американские университеты, это такие леваки, которые там очень ровно сидят и всегда этим занимались, да. Но это же надо рассказывать, это неинтересно. На ваш взгляд, либерализм действительно в кризисе? Ну, вы знаете, тогда давайте скажем, а что такое либерализм? Либерализм, классическое понятие, это возможность честного, достойного проживания собственной и индивидуальной жизни. Не в стаде, не в бараке и не без ора на площади, а спокойное, ежедневное, честное и достойное проживание собственной жизни. Вот все. Против этого кто-то когда-нибудь выступал, да таких нет. Кто против, да? Да, кто против. Никто не скажет, что он против. Но давят, давят, либералов давят. Либералы в Америке, это действительно особая статья, это ребята могут обсуждать уже недостатки какой-то собственной жизни, но сначала надо этот этап пройти, понимаете, он... Добежать до этого рубежа. Ну, конечно, сначала заработал, получил. Это либерализм. Ты заработал честно и честно получил. У нас что, в России когда-либо это было? Нет. Вот сейчас то, что я вам за эфиром рассказал, вот это вакханалия, которая идет вокруг накопительной части. И многие, кстати, меня не понимают. Мне говорят, что ты дергаешься? Да никогда мы не верили в это государство. Да какие длинные деньги? Да какое пенсионное обеспечение? Я говорю, ребят, слушайте, вы слышите себя. Это же ваша достойная жизнь. Они хотят у вас украсть деньги, вами заработанные, в белую полученные, перечисленные вашими работодателями. Алексей Алексеевич, я встречаюсь, причем с людьми демократических взглядов. Вы знаете, это разговор двух человек. Один говорит, что у вас крадут деньги, а другие говорят, все уже украдено до вас. Помните? Это правда. Да, понимаете? Вот спор. На чью сторону встать? У меня ощущение, что оба правы, к сожалению. Но это экономисты пусть разговаривают. Значит, в экономике это заработал честно и честно получил. В политике это мой голос. Я определяю свою власть. Я определяю свою власть ближайшую. Я определяю свою власть в государстве. Кто-то против этого? Вроде все за. А почему этого нет-то в России? Так вот мы еще до либерализма не доросли. Все говорят, что он уже гниет. Может, американцы там говорят, что он у них уже подгнил. Но мы никогда в нем вообще не жили. У нас что, когда-нибудь была демократия нормальная? У нас что, когда-нибудь человек труда всерьез получал по труду? Это только коммунисты у нас говорили. Заработал, получил. И что? Люди горбатились и ничего не имели. И видели, что наверху наоборот. Ни черта не делаешь, но упакован по полной программе. И до сих пор точно так же. Поэтому нам еще до либерализма. Расти, расти. А потом посмотрим его недостатки. Я знаю западный опыт. Там действительно есть недостатки уже. Проявляются. Наверное, что-то надо подправить в этой системе. Но нам эти разговоры абсолютно совершенно сейчас не нужны. Мы никогда при этом не жили. Давайте хоть раз попробуем. У нас от имени либералов выступают кто угодно, только не либералы. Поэтому если послушать ребят, которые называют себя либералами, иногда тошно становится даже мне, который специалист по либерализму. Я же вижу, что это за ребята. Они могут позавчера в коммунизм верить. Сегодня кричат, что они либералы. Завтра чуть-чуть на них наступят. Они будут присмыкаться перед властью, как это делали, собственно, они и всегда. Поэтому я изучаю классические русские либерализмы. Показываю прекрасные примеры выдающихся русских людей. Вот в этих либералов можно верить. Они верили, кстати, в нас, в своих потомков. К сожалению, мы не всегда отвечаем на их запросы. Я совершенно уверен, что мы можем ответить сейчас. Поэтому я не только историк, я стараюсь сейчас работать как либерал. Но это очень серьезная работа. В чем пораженчество либерализма в России, на ваш взгляд? В чем причина его постоянной неудачи? То есть вроде как появляются люди, здравые. Вот тот принцип, который вы обозначили в самом начале. Кто против? Да все за. Но тем не менее. Все звездные часы в русской истории связаны с людьми творческими. Если копнуть дальше, это либералы. В свое время такой историк и культуролог Георгий Петрович Федотов, которого я очень люблю, иммигрант, конечно, из страны вынужден был убежать. Очень много сделал в Европе. Но это гордость русской культуры. Он сказал, что вообще-то люди делятся на три части. Это охранители. Держать и не пущать. У них своя миссия в России. Держать, тащить и не пущать. И перебрасывать вину на всех других. В том числе и на либералов. Вот это охранители. Держиморды, как он их назвал. Есть люди, которые орут долой. Им постоянно что-то не хватает. Это люди, как правило, придут к власти, они станут держимордами. Это сегодня они орут долой. Завтра они будут кричать «Да здравствует!» и что нам нет альтернативы. Это люди взаимозаменяемые. И есть в России строители, как говорил Федотов. Люди, которые Россию строят, Россию обустраивают. Так вот, Федотов спрашивал, при каком режиме лучше всего строить? Когда у власти охранители, коррупционеры, держать, тащить, не пущать, нет, плохо строителям. Когда революционеры у власти долой, тоже плохо строить. Мне кажется, и Федотов об этом говорит, строителями лучше всего при демократии. Когда видно, что ты стоишь. Вот на рынке, на рынке мозгов, труда, экономики, культуры. Вот ты сделал, и люди смотрят. Честно ты сделал, тогда они тебя ценят. Вот это и есть демократия по Федоту. Так вот, нет у нас такого режима. И никогда его, к сожалению, не было. Россию строили иногда вопреки власти. Вопреки власти. Федотов когда сказал свои слова? Середина 20 века в эмиграции. Федотов писал. То есть прошло более 50 лет. Да, и ничего не было. Актуальность этих слов не то, что не потеряла, она приумножилась. Да он для России, он для нас это говорил, понимаете, что он мог в эмиграции нищий человек жил. Печатался в маленьких русских эмигрантских изданиях. Он для нас это все писал. Мы что, читали его хотя бы? Его кто-то издал по-настоящему? Никто же не... Ужас, слушайте, ужас, ужас. Алексей Карамурза у нас здесь. Профессор МГУ, президент фонда русско-либеральное наследие. Прервемся на краткий выпуск новостей. Пишите, господа, на финам.фм. Звоните на 65 10 99 6. Уникальный гость, уникальная тема. Пользуйтесь возможностью. 19 часов 18 минут. Алексей Карамурза, президент фонда русско-либеральное наследие. Сегодня уникальный гость в реальном времени. Я не лещу Алексею Алексеевичу. Вот понимаете, я сейчас вот за эфиром, мне принесли два подарка. Две книги. Я спросил тираж этих книг. Одна книга, 500 экземпляров. А знаете, как она называется? Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. 65 10 99 6. Финам.фм. Наши средства связи. Алексей Алексеевич, я хочу задать этот вопрос. Я очень хочу его задать. Правда, что среди российских либералов были одни евреи? Ну, это ерунда полная, конечно. Я, раз уж вы эту книгу благодарю, что в эфире ее процитировали. Свобода и вера. Вот посвящена христианскому либерализму. То есть русским православным людям, которые были верующими, православными и одновременно либералами. Вот приведу вам аргументацию Ивана Арсана. Прошу прощения, я уточню. Я вот этот банальный вопрос. То есть это ложь. Когда говорят, что среди российских либералов большинство, абсолютно большинство, это люди не русские. Вы знаете, я вообще по этническому признаку не, так сказать, не собираюсь даже это комментировать. Но я вам скажу, подавляющее большинство русских либералов, это великоросс. Вот. Это важно. Больше того, настоящий либерал, как правило, это христианин, верующий, понимаете, христианин. Хотя среди них были, естественно, иудеи, и мы их ценим, потому что, вы знаете, свобода это вещь универсальная. Вот. Но в русской культуре, в русской христианской культуре, конечно, это великоросс. Я надеюсь, вы не обиделись за этот вопрос. Да нет, а я сам, я потомок Карамзина, который начинал как русский либерал. Вот я сейчас, мы с 17 века на Москве сидим, Бориса Годунова, Карамурзы. Карамзин это Карамурза тут. Понимаете, мы уже все давно все русские. Я русских считаю не по этносу, не по этническому признаку, а по культуре. Если ты готов биться за Россию, готов ее улучшать, а не гадить, ты русский. Или так один очень хорошо сказал, все русские это те, кто здесь остался. Кто налоги платит в России, кто живет в России, кто обустраивает Россию. А вот кто сбежал, ну тебе, видимо, тошно стало. Мне не тошно, я пока здесь. Это может быть Сизифов труд. Понимаете, тащим камень в гору. Вот у нас передача называется «Миссия либерал». Это не значит, что у нас будет светлое будущее. Мы тащим камень в гору. А может он упадет через... Многие не дотащили. Вот те, о ком я пишу, это люди, настоящие русские патриоты-либералы. Там посвящена книга, она, кстати, написана в соавторстве с профессором Жуковой Ольгой Анатольевной. Великолепным русским культурологом и философом. Там посвящена четырем персонажам. Все русские, кстати, именно вот по культуре. Иван Сергеевич Аксаков, он что сказал? Почему он? Это истинно русский православный теоретик причем. Он сказал простую вещь. Бог — это слово. Если ты душишь свободу слова, то ты покушаешься на дар Божий. Ты против Бога, ты язычник. Вот поэтому его сегодня русская православная официоз Аксакова не переиздает, между прочим. Черти кого печатают. Тиражами многотысячными. Аксакова вы спокойно прочесть не можете. Все говорят «славянофил», там, это чистый русский либерал. Главный теоретик свободы слова в России 19 века. Главный теоретик. Его никто не переиздает. Вот настоящий русский. И, конечно, находят нескольких, так сказать, беглецов, которые... Вот они, олигархи, евреи там куда-то... Ничего подобного. Читайте Аксакова, читайте Михаила Стаховича, считайте Петра Струва, который этнический немец. Но это настоящий русский православный человек. Вы мне сказали, 500 экземпляров. Вот я счастливый, я с вами знаком, да? Сотни тысяч сейчас людей нас слушают. Им что делать? Где находиться? Вы знаете, у нас в геометрической прогрессии сейчас растет посещаемость сайта русской либеральной наследии. руслиберал.ру было 250 в месяц, потом 500. Сейчас смотрю, тысяча посещений в день. Мало. Мало. Но это уже не 500 экземпляров книжка, понимаете? Это люди... Все там выложено. У меня нет денег, чтобы печатать это тиражами. Мы люди... Либералы, люди бедные в России. Все говорят, что либералы очень богатые. Да нет, охранители очень богатые. Нельзя своровать то, что ты никогда не имел. Россию своровали те, кто ее имели и до сих пор имеют. Либералы ее не имеют. Либералы... Люди очень бедные. Настоящие либералы. На ваш взгляд, вот мы говорим сегодня о миссии либералов. Либералам сложно объяснить вот свои принципы? Вот тот язык, на котором они говорят, он сложный? Почему левые, популистические, демагогические лозунги, статики идут просто на ура? Как только ты начинаешь говорить о серьезных вещах, все, ступор. Во-первых, вы знаете, у нас очень мало людей, кто своей жизнью показывает, что он либерал. Можете назвать? Вот, на ваш взгляд, есть в современной жизни? Может, в недалеком прошлом? Не хочу, пусть люди со стороны судят, понимаете? Но когда, извините, Петрушек вызывают на телевидение, у них на майке написано «либерал». Ему звонят из администрации президента. Завтра пойдешь, выступишь у Соловьева. Не забудь надеть майку. Да, и ляжешь в третьем раунде техническим нокаутом, а в понедельник приходи за зарплатой. Ляжешь против Мамонтова, Проханова, Кургиняна. В третьем раунде ляжешь, и в 10 раз меньше получишь. Вы хоть одного нормального либерала на телевидении видели? Петрушки же выступают, Бобчинские, что есть такие Бобчинские где-то. Вот они, на них на майке написано. Нормальных людей никто не слушает. Я 20 человек могу рекомендовать Соловьеву, которые завтра положат всех и убедят всех. Вы помните, как не Миша Прохоров, а сестра его один раз показалась, поговорила, на следующий день весь интернет был забит. Какая женщина, это правда. И такие люди в России есть, образованные, настоящие, хорошо знающие историю, аргументированно. Но я вам скажу, что у нас стоп-лист на появлении на телевидении. Куда я могу появиться? Я каждый день лекции читаю. Вот моя работа. Я статьи пишу, их не всегда печатают. На центральные каналы мне путь закрыт, я живу. Иногда на культуру звали, сейчас даже на культуру не зовут. Видать, кому-то не понравилось. Власть боится либералов? А власть только либералов и боится. Потому что демагогов она может всегда купить. То есть Путин, когда говорит о либералах, он абсолютно искренний? Он их очень боится. Дело в том, что всегда власть императора Николая II, она боялась только либералов. Потому что революционеров можно было выкинуть или подкупить. Там полно было платных агентов, которым можно было дать и все приблизить. Боятся людей конструктивных, у которых в голове альтернативный образ России. Свободной России. У революционеров нет альтернативного образа свободной России. Они хотят прийти к власти и стать держимордами. Тем же самым. Что и произошло в России в 1917 году. Пришли те, кто орал долой, а стали еще худшими держимордами в России. А либералов очень боятся. Кого Ленин боялся? Он не боялся. Особенно они знали, что царство рухнет. И они станут на их место. Надо только разжечь низменные инстинкты толпы. Он очень боялся либералов. Он писал пасквильные статьи именно на либералов. На спокойных, достойных, ответственных, авторитетных людей. Если перечитывать его. Я никому этого не рекомендую. Пусть поверят мне нас. Так вот, власть, конечно, боится в первую очередь конструктивных людей, которые могут сделать новую конструктивную Россию без воровства, без коррупции, без дураков наверху, без ворюк наверху. Вот этого они боятся. Они не боятся вот этих ребят, которые орут долой. Они поорут и бросят. Народ у нас уже устал от революции. А вот настоящие конструктивные люди для них истинные соперники во власти. Поэтому они из них и делают идиотов. И приглашают иногда идиотов, чтобы показать. Вот смотрите, хотите этих? Ни одного либерала я в последнее время на телевидении, на радио. По-настоящему большие такие программы. Я очень ценю возможность у вас выступить. Но давайте, так сказать... Вот я в свое время объездил 50 регионов России. Мы со своим фондом русско-либеральное наследие объездили более 40 регионов, просто устанавливая мемориальные доски великим русским нашим соотечественникам, либерального направления, как правило, очень плохо кончившим. Их либо убили на месте, либо выслали в эмиграцию, либо сослали в ГУЛАГ. И когда люди слышат об этих именах, они говорят, а почему у нас сейчас таких нет? А потому что их надо растить, потому что надо просвещать народ, и потому что надо делать честные выборы. Потому что если такой человек появится, наконец, у нас должна быть технология, чтобы он все-таки стал заметен. А в идеале, чтобы он руководил. Знаете, какие были председатели уездных земских управ, губернских земских управ? У нас в начале 20 века эти люди могли прийти к власти. И тогда бы у нас была свободная Россия. Они же выиграли выборы в Первую Государственную Думу. Первые свободные выборы в России выиграли либералы. Первый раз людям дали возможность честно отдать свой голос и посчитать. Первую и Вторую Думу выиграли. И у либералов была возможность донести свои мысли. Донести, да. Их проморгали тогда. Потому что была эйфория, там, и страх у власти был после революции 1905 года. Дали там поблажки, а потом смотрят. А кто стал в Первой Думе-то? Люди Муромцев, братья Долгоруковы, Рюриковичи, кстати. Граф Гейден. Это была аристократия русская, пришедшая честно к власти. Их задавили потом. Их умершвили. Они все погибли, так или иначе, понимаете. А сейчас начинают показывать каких-то петрушек и говорят, вот они, вы их хотите. Поэтому надо восстанавливать. Восстанавливать честное имя русского либерала. Вот у нас в следующем году будет 200 лет Тимофею Николаевичу Грановскому. Профессору Московского университета. Вот у кого была миссия. Развластил слово Грановский. И все понимали, что за этим стоит. За этим стоит альтернативная Россия, которая может быть свободной. За этим стоит высокая культура, русская образованность, настоящая Европа. Россия как часть просвещенной Европы. К сожалению, человек до 55 лет не дожил. Потому что его травили, мучили. А он не в самом плохом положении был. Но по-настоящему так раскрыться ему не далось. Потому что все его время в основном пришлось на Николая I. Про Александр II реформаторе пожил совсем немного. Вот если бы такие люди... Кстати, никто не собирается праздновать. Вот Орловский наш говорит, я вижу, что в Орле собираются кое-что сделать в следующем году. 200 лет величайшему русскому либералу. Вот так же сейчас профукали на самом деле 200 лет Александру Ивановичу Герцену. Заметили, что вообще празднований никаких не было. У нас новые герои. Герцен-диссидент. Герцен подумали, что это, так сказать, лидер такой альтернативный, чуть ли не оратор с болотной. А это альтернативная Россия была. У него были свои, конечно, дела с русским социализмом. Это можно обсуждать. Но это был альтернативный русский умный лидер, который хотел Россию сделать свободной. Его замолчали. Никто не заметил. Абсолютно. 200 лет мимо. Вы знаете, у нас дурачки есть по регионам. В том числе демократической так называемой власти. В 91-м году содрали все мемориальные доски Герцену. Потому что о нем Ленин один раз хорошо сказал. Помните, память о Герцене была. И там было написано «Революционный демократ». В 91-м году всех революционных демократов выкинули. Кстати, Ленин уважал и Грановского, потому что тот критиковал самодержавие. И Ленин вроде как был против самодержавия. Поэтому Грановского дом сохранился в Орле, даже музей сохранился. В Москве на его доме висела мемориальная доска. При ремонте какие-то чудаки на всякий случай выкинули доску Грановскому. Сказали, что это демократически. Было бы. Мы сейчас должны вот это еще восстанавливать. То есть у нас среди так называемых демократов и либералов дураков не меньше, чем среди держиморд. Здесь еще разбираться надо. Я, Алексей Алексеевич, мы сейчас уйдем на новости. Я к своему студу человек, который себя считает русским либералом, который интересуется, который обожает ваши книги, ваших коллег. Я захожу на ваш сайт. Я, кстати, сегодня поставил ретвит и рекомендовал одну из книг, которая в электронной версии у вас размещена в своем твитере. Я понимаю, что мы ни шиша не знаем историю собственной страны. Вообще, да? Нами эффективно манипулируют, замалчивают, посылают в суды куда угодно. Вообще страшная ситуация. Мы прервемся. Алексей Карамурза здесь и сейчас в реальном времени. Звоните, пишите, господа. 19 часов 33 минуты. Реальное время. Финам. Финам. Здесь профессор МГУ, президент фонда русское либеральное наследие Алексей Алексеевич Карамурза. 65 10 99 и 6. Код Москвы 495. Наш портал в интернете финам.фм. Для ваших писем. Там идет и прямая веб-трансляция. То есть можете слушать, смотреть и самое главное участвовать в нашем разговоре. Алексей Алексеевич, а вот если продолжать вот тему замалчивания, плюс добавим к этому пропагандистскую манипуляцию той машины, которая работает. Плюс, как и вы говорите, чудаки, да? Чудаки, которые называют себя либералами, надевают соответствующие футболки. Стоит ли сейчас требовать тогда от обычных граждан, чтобы они разделяли либеральные ценности? Вообще требовать стоит? Или, ну, ребят, ну не понимаете, не можем мы до вас донести информацию. Ну, ну и живите так, как вы живете. Ну, во-первых, я стараюсь все-таки донести информацию. У меня 25 лет преподавательского стажа, там тысячи людей вышлись, иногда звонят, кстати, встречаются. А вы помните, Алексей Алексеевич, что это вы мне подписывали диплом в Московском университете. Уважаемые, уважаемые, кстати, люди, все понимают. Они говорят, а вы правильно тогда говорили? Вот я до сих пор говорю. 20 лет прошло, а я все помню. Значит, количественно нарастает просвещенная масса. Главное, чтобы она еще не сбежала отсюда, понимаете? Потому что, когда меня спрашивают, готов ли русский народ к демократии, я говорю, не только готов, он в 1906 году был готов уже к демократии. На первых свободных выборах, честных, выиграли честные либералы. Но он не только уже готов, вы знаете, он еще готов. Вы знаете, у нас ведь антропологический наш тип людей, населяющих сейчас. Вы посмотрите, как Москва меняется. Два миллиона куда-то исчезло по переписи. Но зато импортировали людей другого качества, управляемых. Паспорта отдал в ДЭЗы свои. И две трети их зарплаты перечисляются каким-то чиновникам. А эти люди просто так сказать, вот здесь вот, они ничего голосовать, конечно, не будут. Я говорю о наших людях, которые, в общем-то, еще готовы к демократии. Еще готовы. Потому что оболванить можно любого. И так запугать или сделать настолько пошлой жизнь в стране, что они уедут отсюда. Потому что, в общем-то, это люди свободные. И они найдут, где себя реализовать. Я бы хотел, чтобы это было в России. Так вот, конечно, работа тяжелая, но просветительски очень важная. Вы знаете, вот я сейчас вспомнил, у нас в прошлом году еще одна фигура. Мы с ней, они никогда с вами не говорили. Был такой Стасюлевич, Михаил Матвеевич. Он 40 лет редактировал журнал «Вестник Европы». 40 лет. Это ведущий русский европейский либеральный журнал. В конце жизни, он уже 80-летним стариком, когда стала возможным в России многопартийность, он еще основал партию демократических реформ, но практически уже не сумел, как бы, пожить при многопартийности. Но вы знаете, когда он был еще гласным Санкт-Петербургской думы, руководил училищной комиссией. Вот многие школы на Васильевском острове просто обязаны ему своим основанием. Вот он считал это своей миссией. Не только редактировать журнал, но и распространять просвещение. И вы знаете, когда он в 1911 году, в прошлом году мы праздновали 100 лет, отмечали со дня его кончины. Петербургская дума решила его похоронить так, как не хоронили русских царей. Вот общественность захотела отдать ему последнюю почесть. И вот тогда был знаменитый храм Воскресения Господня около входа на Смоленское кладбище. Он сейчас был разрушен, потом восстанавливается. Кстати, там и могила Стасюлевича была разрушена при большевиках. Вот устроили огромные многотысячные похороны общественного деятеля. Не императора, которых хоронили там в Петропавловском, а вот в этом храме Воскресения Господня. Они хотели сделать пантеон, ну типа парижского пантеона, на Рюссуфлоу, например. Вот так вот задумали. И первым туда похоронить Михаил Матвеевич Стасюлевич. Вот так вот общественность отдала ему последние почести. У нас сейчас есть люди, которым общественность готова отдать хоть какие-то почести. Я думаю, что кое-кто намечается. Я за ними внимательно смотрю. Но вы знаете, такой монументальной фигуры, как Стасюлевич, как Грановский, как Муромцев, как братья Долгоруковы. Даже на подходе нет. Это значит, что мы не только должны кого-то убеждать в своей правоте. Мы должны в своей среде воспитывать. Если мы хотим людей учить жизни, мы должны сами нормально жить. Если ты хочешь говорить, что демократия это лучше, чем авторитаризм, ты сам должен быть демократом. А то создал маленькую партийку и давишь там людей, так же, как в большой партии давят, понимаете. Посмотрите в лоб, что творится в мелких партиях. Вот их сейчас более 200 будет зарегистрировано. Посмотрите на внутрепартийную жизнь. Она что, от Единой России сильно отличается по типу лидерства, как бы по типу командования? Нет. Они хотят что? Они хотят показать людям, что они лучше. Ну, покажите. Вот когда кадетская партия сформировалась, когда люди увидели, что там престижно быть, туда шли профессора, туда шли ректора университетов. И когда они ежедневно печатали о своей внутрепартийной жизни, видно было, что там у них лучше, чем в целом по стране. И люди потянулись к ним, захотели сделать так в стране. Поэтому им в шестом году и отдали голоса. Захотели жить по-кадетски. А сейчас я не уверен, что у нас люди... Чего не хватает? Людей не хватает, вы понимаете? Личности. Личности. Не хватает людей. А личности, образованных только личностей. Я не говорю, что надо выдернуть кого-то. Система воспитания, образования. Вы спросите, спросите людей вообще, что они имеют в виду? Вот сейчас назвали партией народной свободы, Парнас. А они понимают, эти ребята, это мои друзья многие, они понимают, что они взяли название, другое название, Кадетской партии. Они понимают, что там должны быть Милюковы, братья Долгоруковы, такие как Князь Шаховской, Александр Александрович Корнилов, вот которому в этом году, кстати, исполняется 150 лет. Вот величайший русский историк, величайший русский историк, лучший историк середины 19 века, который писал, например, об Александровских реформах. Его кто-то отметил, а это был, кстати, помимо того, что он выдающийся был историк, он был секретарь по оргработе Кадетской партии. Он взносы собирал там, понимаете? Вот настолько верил, что через эту партию можно построить новую Россию, которую он мечтал. Поэтому он по ночам, он так и скончался от инсультных ударов, потому что он по 20 часов в сутки работал. Каждый день писал статьи, мощные работы, еще постоянно занимался оргработой. У нас есть вот такого типа людей. А это вот и есть парнас, партия народной свободы. Покажите мне таких. Я думаю, что если народу предъявить таких, они тоже будут получать свои голоса. Надо проконтролировать выборы, потому что воровать голоса... Одно без другого невозможно. В 1906 году не дали воровать голоса, потому что были серьезные люди. Это считалось неприличным. Украсть голос, это считалось гораздо более серьезной вещью, чем украть кошелек. Потому что кошелек, ладно, ты человека унизил, гражданина, у него один, единственный голос, а ты его украл. Это было не просто, так сказать, преступление. Это самое великое преступление в любой демократии. У нас, пожалуйста, 10-15% туда-сюда приезжают автобусы с людьми без регистрации, ходят, каруселями голосуют. Непонятно кто, понимаете? Это народ терпит, хотя уже не очень-то терпит. Вот когда мы увидим, что люди не терпят издевательства, тогда я уверен, что либерализм начнет давать ростки гораздо более мощные. А блокироваться со всеми подряд я, честно говоря, не люблю. Меня унижают... Я когда об этом говорю, мне говорят, ты что такой чистоплюй? Это тактический союз. Я говорю, слушайте, подождите, какой может быть тактический союз с теми, кто... Были, там, Коновалов, например, миллионер, член партии прогрессистов, давал деньги Ленину на их съезды, понимаете? Потом, когда его этот Ленин выкинул в эмиграцию, он потом жалел. Поэтому надо смотреть, кто рядом-то, что он хочет. Можно договариваться с людьми, которые тоже хотят демократии. Но те, которые орут долой, а потом, когда приходят к власти, сами душат демократию, их надо на дальних подступах отслеживать, понимаете? Вот если такие рядом ходят, черносотенцы, какие-то националисты, ультрабольшевики, их надо отслеживать заранее. Нельзя со всеми подряд блокироваться. На самом деле, вот такой вопрос, который очень часто можно услышать. Хочу от историка услышать ответ. Либералы действительно не могут одержать власти? Они бесхребетные, они слабы по своим принципам, по той конве жизненной, которую они несут в массы. Ну вот, пример, шестой год, да? Я понимаю, что там это, наверное, не на одну передачу тема разговора. Но, тем не менее, почему они могут одержать власть? Есть объективные причины или есть вот действительно принципиальные моменты, которые не позволяют это делать? Ну, вы знаете, есть, Карташев в свое время известный русский либерал, потом историк русской церкви уже в зарубежье написал. Мы были слишком гамлетами. Мы были гамлетами. Мы слишком романтично подходили к России. Думаю, что если мы власть получим, то нас всех, все так обрадуются, что нас уже никто не выкинет. Понимаете? Ну, здесь, кстати, шестой год-то не очень хороший принцип. Они не взяли власть, они выиграли Думу. Они захватили Государственную Думу и подготовили законы, которые могли бы поменить. Но у власти-то было самодержавие. Вот сейчас у нас Герцена не любят, а Столыпина очень любят. Сейчас юбилей Столыпина там и юбилей рождения, и был юбилей Гейвили в 11-м году, где его застрелили. Кстати, подставила-то его охранка царская. Им не нужен был такой реформатор. Ну, вот для тех, кто поклоняется Столыпину, в том числе и либералам, есть. Я к нему тоже, у меня сложные отношения. Но я просто один пример расскажу. Как распускали Первую Думу. Все говорят, что вот Столыпин, такой человек. Сейчас ему хотят памятник чуть ли не перед Белым домом у нас ставить, да. Президент просил скинуться министров, помните, там был разговор. Давайте сейчас поставим. Вот чтобы люди знали, кому они ставят памятники. Столыпин это жертва, конечно, террора государственного. Потому что этого Багрова запустила охранка в театр киевский, который его и застрелил. Ну, просто что за мужик был сам Столыпин. Вот в 1906 году было принято решение ликвидировать Государственную Думу. Распустите. Она просуществовала немногим более 70 месяцев. Алексей Алексеевич, я прошу прощения, да, вот крайне извиняюсь. Это очень интересный сейчас момент. Я не хочу прерывать вас на полусловия. Но мы сейчас уйдем на краткий выпуск новостей. И затем вот с этого и начнем следующую часть нашего разговора. 19.47. Здесь Алексей Карамурза, профессор МГУ, президент фонда русско-либеральное наследие. Да, вот это вот обожествление Столыпина, даже некоторыми либералами. Вот был мужик. Ну, его уничтожило само самодержавие. Как известно, это факт доказанный. Слишком белой вороной он даже на том фоне был. Ну, и сам был, в общем-то, человек довольно сложный. Вот в 1906 год Столыпин министр внутренних дел. Премьер-министр тогда Горимыкин был, старик уже, в общем-то, уже мало соображавший. И решили Думу распускать. И вот смотрите, как себя повел Столыпин. Вот это спецоперация такая. Вспоминается Чекистский, потом времен Ежова, понимаете. Звонит Столыпин в кабинет Муромцева, председателя Первой Думы, в пятницу. И просит поставить свой доклад, как министра внутренних дел, на понедельник. Муромцев записывает, говорит, конечно, приходите, мы с удовольствием выслушаем, вы министр. У нас есть к вам вопросы, будем советоваться, обсуждать и так далее. Так Столыпин звонил Муромцеву, уже имея в кармане указ о распуске Думы. Это он просто голову морочил, потому что кадеты, они были напряжены, вот руководство Думы. Со дня на день боялись распуска. И многие дипломаты говорили, ребята, там уже что-то творится. Скорее всего, указ уже подписан. У них были свои информации. Ну как же, говорит, Столыпин звонит, просится на понедельник. И разъехались на выходные. В субботу Думу опечатали Таврический дворец. Когда они явились, там все уже было закрыто. Вот так вел себя Столыпин. Имея указ о распуске, уже подписанный императором, и умея указ о назначении его премьер-министром уже, сохранением портфеля министра внутренних дел. Вот проделал такую спецоперацию. Давайте ставить ему памятник. Это кому? Вот этим, так сказать, ребятам из спецслужб, которые умеют любую политику превратить в спецоперацию. Конечно, в этом смысле прав был Карташев. Слишком тогда, может быть, руководство кадетской партии Думы были слишком гамлетами. Они еще полагались на какую-то дворянскую честь, на какое-то аристократическое чувство, знаете, совести некоторого, порядочности. Нет, уже Столыпин брал пример уже не с аристократов, а вот с этой комарилией, которая готова была вообще за что угодно. Вот это вам Столыпин. Так вот, конечно, очень трудно сохранить честь, достоинство, порядочность, какую-то европейскую образованность вот в этой каше политической. Но надо уметь. Были такие образцовые люди. Вот сейчас вот читаешь, братья Петр и Павел Долгоруковы. Одного в 1927 году расстреляли, второго в 1951 году расстреляли, умершвили во Владимирском централе. Мы когда-то об этом говорили. Я, кстати, открыл мемориальный камень памяти Петра Долгорукова в этом году во Владимире. И вы знаете, пришли люди из разных фракций. Во Владимире власть у Единой России, как и везде по стране. Но когда мы предъявили факты об этом человеке, выдающемся русском либерале, его нравственный пример был такой, что никто не выступил против. Там немножко бузили коммунисты, потому что он был антикоммунист. Но на самом деле любой порядочный человек понял, вот это образцовый русский гражданин. 86-летним стариком был умершвлен во Владимирском централе в 1951 году. Это на нашей уже почти памяти. Так вот, если предъявить такие нравственные примеры русских либералов, и то, что он был заместителем Муромца, он был первый товарищ председателя Первой Государственной Думы, князь Петр Долгоруков. Так вот, если такие примеры Струва, Шаховского, Маклакова, Муромцева предъявить обществу, если мы чуть больше повысим тиражи наших книг, если нас больше будут слушать по радио, если нас, наконец, пустят, может быть, на телевидении когда-нибудь, да, если мы это покажем, какие в России бывают люди, я думаю, тогда и либералам будет больше веры, но настоящим либералам. — Алексей Карамурза, «Реальное время», «Финам.фм». Теперь ваши вопросы на финам.фм, ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Эдуард пишет, позвольте вам задать вопрос, о каком либерализме можно говорить в стране, где подавляющее большинство народа так и осталось по своему сирьмяжному менталитету, я вам цитирую письма без редактуры, да, по скотным крепостным крестьянствам, даже будучи горожанами, живущими натуральным хозяйством со своей подсобно-садовой грядки. Народ серьезный и до сих пор мечтает о Сталине, как своеобразном воплощении строгого и всевластного, но справедливого царя-господина. Мы не европейская страна и никогда ею не будем, заключает Эдуард. — Ну что это? Обычная логика, я ее знаю, я слушаю ее постоянно. Ну вот так вот работаем, вот и в таком раскладе тоже работаем. И я, знаете что, ведь все такие были, мы что, особенные? Ведь Европа такая, нынешняя либеральная Европа тоже такая же была. Вот я специально изучал менталитет того деятеля, который бежал, так сказать, бежит матрос, бежит солдат, помните, как это у нас? В 1789 году, когда Бастилию рушили, вы что думаете, там были какие-то такие прогрессистские мозги у француза, вот этого Сан-Кюлета, то есть беспортошного человека, который тоже погнался за светлым будущим, тупой достаточно человек, необразованный. Вот они побежали, потом они пережили массу других катаклизмов. Я не хочу накликивать на родную Русь-матушку чего-то подобного, но знаете, французы завоевали животом своим. Вот то, что ныне 85% во втором туре шли голосовать и Оланда избрали, понимаете, с небольшим преимуществом. Нам бы 85% явки бы, да, а то у нас 30% официально, а на самом деле 19%, понимаете? Так вот, это все завоевывается очень тяжелой, рутинной работой. Как работали французские интеллектуалы, я специальные книги писал, я просто Францию знаю почти так же, как и Россию. Я такой франкофон по образованию, преподавал там долго работал. Я знаю этот рассказ. Они были такими же глупыми, вот как наш слушатель говорит, вот то, что он тогда говорит, это про французов 18 века. Как он говорит, тупые, необразованные, тоже мечтали о бурбонах. Для них Людовик XVI был нормальным, так сказать, ну пусть сидит. Но тем не менее началась работа, появились фигуры типа Руссо, которому 300 лет мы праздновали в этом году. Кстати, тоже никто особенно. В следующем году будет 300 лет Дидро. Это великие французские просветители. Вольтер из этой команды, Монтескье. Вот эти люди начали менять психологию нации. И сейчас мы смотрим, это же другая нация. Там масса своих проблем. Я, кстати, крайне тоже переживаю за них. Вот все эти случаи, когда сейчас там и национальные вопросы, вот этот вот накат этой Азии, Африки на Париж. Я переживаю за французскую, христианскую культуру. Но тем не менее, это же качество совершенно другое. Это же демократическая страна. Это же либерализм. Даже то, что прошли социалисты, это же не социалисты зюгановского типа. Понимаете? Это не ленинский вариант. Нет, ну вся предуберная риторика Оланда уже отправлена в корзину. Да, конечно. Это социал-либерал. Так же, как Саркази, это либерал-консерватор. Вот у них в центре идет борьба за 5-6 процентов. Куда оно качнется? Совершенно другая ситуация. А 300 лет назад они были такие же, как мы сейчас. К сожалению, мы не делаем никаких выводов, и мы не движемся вперед. Они двигались эти 300 лет вперед. А мы ходим по одним и тем же кругам. Вот этот национальный спорт нам, видимо, нравится. Бег по одним и тем же граблям, понимаете? Но переломать-то ситуацию надо. И я надеюсь, что она будет изменена. Мне так кажется. Очень много скепсиса. Например, Алексей пишет. Смелые, предприимчивые люди, способные развивать, восстанавливать и созидать, покидают страну. Просто бегут. Нет, ну, Алексей, ваш тезка в студии это признает. Действительно, это одна из самых больших опасностей. У меня знакомые бегут, вы понимаете? А многие здесь не выдерживают. Очень тяжело. И бежать тяжело. Но оставаться тоже тяжело. Что с людьми происходит? Мы вот сейчас упоминали там пенсионный фонд. Вы знаете, когда говорят о пенсиях, я знаю, что у нас большая часть мужчин, им все равно. Они до 60 лет не доживают. Понимаете? Будет накопительная часть. Вот за это надо побороться. Вот я как либерал переживаю за продолжительность жизни человека. Ведь я говорил, либерализм это достойное проживание собственной жизни. Но мужики не доживают до 60 лет. А я очень сильно, Алексей Алексеевич, с другой стороны, за иду переживаю то, что русские отказываются, простите за прямоту, иметь детей, рожать. Я очень сильно переживаю. Я в редакции, наверное, единственного, у кого есть трое детей. Я вас поздравляю, ценю. И в этом смысле немножко заведу. У меня только двое. А понимаете, нет, и дело даже не только в редакции радиостанции, это же повсеместно. Один ребенок. Очень тяжело. Это два ребенка, все. Задаю вопрос, что? Ну, ты же понимаешь, государство не создает условия. Хочется сказать, пикалку не успею, да, включить. Ну, ребят, ну это же ваша жизнь. Это сок вашей жизни. Это ваша любимая женщина. Давайте. Нет, вы знаете. Они нам не создают условия. Да пошли они вот в суд, как говорят в таких случаях. Девчонок, которых посадили сейчас, да, за их действия, это же матери семейства. Представляете, как надо довести людей, которые пришли в храм и попросили, кого они попросили-то, кстати, о чем они? Они попросили Пресвятую Богородицу, чтобы избавить их от этой светской власти и от этой языческой псевдоцерковной власти. Вот что они попросили. Они попросили это Богородицу. До чего надо довести матерей детей. Кстати, сегодня праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Очень большой праздник. Это очень большой праздник. Я еще хочу напомнить, что в основном люди, либералы в России, это были искренние христианские верующие, которые понимали, что христианство это единственная религия, которая позволяет в своей концепции человеку быть свободным. Строго говоря, вот распяли Христа за это. Поэтому трудно сейчас не только мужикам, но и женщинам, которые оставляют дома детей, идут и, конечно, в сложной, спорной форме начинают выражать свои интересы. Крайне спорной форме. Очень спорной форме. Но, тем не менее, это факт, о котором общество должно думать. Я этих ребят и девчат каждый день вижу перед собой на своих лекциях. У меня сидят 20-30-40 студентов. Что у них в голове? Какая у них каша в голове? Кто их когда-то просвещал? Вот я доволен, как они у меня занимаются. Но что с ними происходит? Впитывают, чувствуете? Чувствую, чувствую, что впитывают. Для этого, собственно, и работаю. Я же туда не из-под палки хожу. Мог бы и отказаться. Но я около 30 лет уже преподаю. И считаю, что это и есть миссия либерала в России. Воспитывать, просвещать людей. Вот смотрите, отличный вопрос от Александра из Петербурга. Я, кстати, хочу вам сказать, Алексей Алексеевич, у нас география за время, со дня нашей последней встречи очень резко расширилась. Да, мы эфирно вещаем только в Москве и Московской области. Но благодаря технологиям современным нас слушают Новокузнецк, Барнаул, Новосибирск, Петербург, Нижний Новгород. То есть Чебоксары. География обширная. Так вот отличный вопрос от Александра из Петербурга. Многие организации сейчас на своих сайтах собирают пожертвования взносы. Почему на вашем сайте «Руслиберал» нет такого? На такие проекты многие образованные люди будут готовы делать пожертвования? Для дела просвещение это крайне полезно. Ну, спасибо за совет. Вы знаете, я вот фандрайзинг, моя самая слабая, так сказать. Не умею я это делать. Вот, поэтому спасибо. Если люди обратятся с предложением готовы. Ну, что значит готовы? Готов ли я взять честно заработанные деньги и честно их потратить? Ну вот смотрите, ну на самом деле, да, я готов. Я думаю, действительно, многие слушатели Финам.ФМ готовы. Вот если поможете, буду вам очень благодарен. Честно говоря, я... Договорились. Пожалуйста. Все, я обращаюсь к слушателям. Я знаю, что среди вас огромное количество тех, кто знает IT-технологии, знает все... Я, как и Алексей Алексеевич, очень далек. Я знаю, как нажимать определенные кнопки, но не более того. Я пользуюсь компьютером, да, для просмотров, для чтения, для печатания. Но есть определенные технологические разработки. Я вас прошу, вот на официальном сайте финам.фм есть раздел написать моему продюсеру, Элина Буцкая. Напишите, пожалуйста, предложение. Я их все передам Алексею Алексеевичу. Будет дельное предложение. Рассмотрят, поддержат. Сделаем реальное дело. Алексей Алексеевич, и еще одна просьба. Давайте мы с вами договоримся. Следующую передачу мы построим на вопросах и ответах слушателей. Пожалуйста, я с удовольствием. Потому что сегодня вот у нас не получилось этого. Вы сейчас вот перечислили. Барнаул, Санкт-Петербург, Чебоксары, Нижний Ног. Я был там. Орел. Орел. Меня слушали сотни людей. Многие, может быть, меня и видели живьем. Поэтому я готов общаться в любом раскладе. И, конечно, вопрос меня крайне устраивает такая форма. Я, значит, делаю предложение Алексею Алексеевичу и вам, уважаемые слушатели Финам ФМ. Господа, значит, следующая встреча с Алексеем Карамурзой в режиме «Ваши вопросы и ответы профессора МГУ, президента фонда русской либеральной наследии». Алексей Алексеевич, спасибо огромное. Спасибо вам. Далее новости после итоги дня. Спасибо.